У апостола Павла написано, что Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. Детоводитель по-гречески – педагога. Вот учителя в школе считают педагогом, что чему-то учит. Настоящий учитель – он только педагог, он только ведет к учителю истинному, к Богу. Поэтому на Руси система учебная называлась система образования, Министерство образования. Там, где образ Божий очищают в человеке. Сейчас этого не делают, а название сохранили. Образование, образ Божий должен очищаться в ребенке, совершенствоваться, укрепляться. Поэтому педагогика – это ведение к Христу, должна быть. И Павел пишет так, Ветхий Завет – это педагог, где-то водитель к Христу. Все, что в Ветхом Завете написано, это тень того, что должно быть, тень пришествия Христа. Поэтому совершенно верно. И жертва Авраама, сына Исаака принес, и жертвы Ветхозаветных пересвященников в храме Иерусалимском, и жертвы древних доплатонных патриархов. Все это прообраз Христа и пророчество в действиях будущего пришествия Христова и его жертвы за нас с вами. Это так оно и есть. И апостол Павел, посланник евреям, если почитаете в Новом Завете, об этом очень много рассуждает и говорит. Он даже конкретно берет обряды, объясняет их, говоря, что смысл их был в пророческом предуготовлении народа Израиля к пришествии Спасителя. Для этого в Ветхом Завете народ Израиля был изолирован от прочих народов Богом, чтобы они внутренне выварились, как в инкубаторе, стали народом, целым народом апостолов. Но вы знаете, из них только единицы этим путем пошли, единицы. Но тем не менее, да, все витхозавительные жертвы – это пообраз Христа. Больше того, Христос Спаситель не случайно принес себя в жертву на Пасху, когда заколается пасхальный агнец, когда его, этого агнца, собранные верующие, съедают, не ломая костей, все написано в Евангелии, что это образ Христа. Первое. Это совершенно верно. Все, что в Ветхом Завете, имеет смысл только, написано в Завете, все образы, все пророчества имеют смысл только во Христе, вне Христа, а это бессмыслица. Первое. Второе. В чем спасение во Христе совершилось? Господь Иисус Христос, наш Спаситель, есть Бог и человек. В одной личности две природы, божественно-человеческой. Будучи Богом, войдя в мир, Он стал во всем подобным нам человеком. Во всем, во всем. И голод испытывал, и усталость. Во всем, такой, как мы. Кроме одного, кроме греха. В нем не было греха. Но не потому, что грех не колебал его. Помним, в пустыне, пусть крещение, стана подходила, скушая его. Подходила, скушая. Только Господь преборол его искушение, победил себе грех. Не дал греха быть. Зачем пришел Христос в мир, Сын Божий, став человеком? Несколько причин. Первое. Открыть полноту правды, замутненной в сознании уже потерявшегося в грехах человечества. Раз. Пример. Кроме слов, пример явить. Например, человек может побороть грех? Господь сказал, да. Человек с силами, да. Например, может жить правильно? Да. Да. Может быть, быть наследником Царства Божьего? Да. Если по-настоящему захочет и будет пролагать к этому усилию. Христос показал себе это. В-третьих, он совершил преображение нашего естества. Будучи Богом и став человеком, он соединил в себе, вот, казалось бы, несоединимое, временное и вечное, человече и божественное. И силой Божества в самом себе человече и естество свое преобразил. В страданиях обестратил. Обран в жизни показал пример святости, как мы сказали. Смертью саму себе. Через крестество силу Божества обессмертил. Со шестимого ада разрушил силу ада над человеческим естеством. Воскресением залог воскресения вложил в нас. Дрожжи воскресения, зерно воскресения вложил в нас. Вознесением совознес выше ангелов. Но это он сделал в одной личности, в себе, в Иисус Христе. Когда он сделал Дух Святого от Отца, вот этот дар обожжения, преображения, теперь изливается на весь мир. И вживляется в каждого, и действует в каждом, преображая каждого из тех, кто сам желает это принять и, соответственно, этому живет. Поэтому, когда мы, например, принимаем крещение, или проходим таинство церковное, или причащаемся, мы вновь и вновь обновляем себе вот это присутствие силы Христа, действия Христового. И в нас совершается преображение или спасение его силой и им. Но только преусловие нашего желания выражено не в мечтах, а в живом действии, в напряжении своей воли в образе жизни. Так совершается спасение наше. Я очень благодарен вам за ваш вопрос. Это очень важно, это очень важно знать. Знание ответа на этот вопрос и образ жизни по нему делает нас по-настоящему православными. Продолжение следует...